Со дня трагедии в селе Хонуш прошло более трех недель, однако напряжение здесь сохраняется почти через день. В Хонуш стекаются активисты и аксакалы соседних сел, которые пытаются примирить стороны. Эта история шокировала кыргызстанцев не меньше, чем трагедия, произошедшая с маленьким Ибрагимом. Когда-то примерная и образцовая в Соколукском районе село Хонуш прославилась на всю страну своими чуть ли не средневековыми дикостями. Ночью 8 января несколько жителей села ворвались в дом 43-летнего односельчанина Нурлана Аманова и жестоко избили его. Пострадавший был доставлен в Соколукскую территориальную больницу, где скончался от полученных травм. Следственным отделом ОВД Соколукского района возбуждено уголовное дело по статье 104, часть 4 УК РФ. То есть это нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. По данному факту, по подозрению совершения данного преступления, в порядке статьи 94 УК РФ задержаны 6 подозреваемых лиц. Это семья скончавшегося Нурлана Аманова, по словам матери Мейискан. Ее сын был благородным, хотел внести свою лепту в развитие села. Если мой сын был в чем-то виноват, почему его не взяли под стражу, не отвезли в милицию и там не допросили по закону? Почему его, как собаку, голого избитого бросили на улицы? Когда мой сын приехал из России, он говорил, что будет поднимать село. Он был баатыром. Нурлан своими силами построил дом. Если бы видели, во что они превратили его, каждая кость была раздроблена. Оказывается, в его дом ворвались около 15 человек с арматурой и начали его избивать. Я думаю, они завидовали моему сыну, потому что он был хорошим человеком. Да, он был прямым, резким, не мог терпеть лукавства и лицемерия. Почему же те, кого он избивал, ни разу к нам не пришли и не сказали, что он такой плохой? Что послужило причиной жестокой расправы? Как утверждают некоторые жители села Конуш, Нурлан Аманов систематически угрожал им, избивал и занимался вымогательством. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало совершение насильственного сексуального акта со стороны Нурлана в отношении своего односельчанина, 42-летнего Рустамбека Курманалиева. Рустамбек Курманалиев мой муж. Мы с ним живем 20 лет, у нас четверо детей. Он всегда вел себя достойно, его все уважали. Пять лет он работал главой села, был активистом. Нурлан Аманов несколько лет запугивал моего мужа, но Руслан его не боялся и всегда выступал против него. И однажды Нурлан избил моего мужа, ударил его головой о стену и когда муж потерял сознание, совершил над ним сексуальное насилие. Рустам не мог никому сказать, болел, лежал дома и был в депрессии. И только когда насильник Нурлан позвонил старшему сыну и сказал о том, что он опустил моего мужа, мы узнали страшную правду. Вы не представляете, что пришлось пережить мне нашим детям. Сейчас мой муж в больнице. Кроме сотрясения головного мозга и ушибов, у него ужасное психологическое состояние и суицидальное настроение. Нурлан Аманов приехал в село несколько лет назад из Москвы. Говорили, что там его не раз задерживали правоохранительные органы. Здесь он вымогал деньги. Если кто-то отказывался, он избивал их. Говорят, он был очень жестокий. На него 18 раз поступало заявление в милицию, но правоохранительные органы отпускали его. Несколько раз он выплатил денежный штраф. Те, кто избил его, тоже не молодые. Одному 43, другому 45, третьему 50 лет. У всех есть по 4-5 детей. Это солидные люди, и они, видимо, уже не могли терпеть этот беспредел. Некоторые жители села отмечают, что Нурлан Аманов был серьёзным и спокойным человеком. Я несколько раз видел Нурлана Аманова. Он производил впечатление адекватного парня. Но мужеложество – это позор для мужчины. Хуже, чем смерть. Причём об этом стало известно на всё село. Рустаму Курманалиеву тоже нелегко. У каждой из сторон своя правда. Действительно ли Нурлан Аманов пытался установить в селе негласные законы? Подчинить хонушцев своим понятиям путём запугивания, а непослушных унижениям мужского достоинства зоновскими методами? Или же он был примерным семьянином, любящим отцом и заботливым сыном? Во всём этом, видимо, должно разобраться следствие. Сегодня Чуйский областной суд рассмотрел в отношении шестерых подсудимых. Двоих оставил как меры пресечения домашний арест. А в отношении четверых со стороны потерпевшей заявлено отвод судем Чуйского областного суда. В связи с этим этот вопрос остался нерассмотренным. Родственники убитого Нурлана Аманова готовы идти до конца и в самое ближайшее время обратятся в Верховный суд. Мы доверяем закону, мы ждём суда. Мы просто хотели, чтобы их до суда под стражей взяли, так как они убийцы. Убийцы моего брата. Они просто гуляют по сёлу, всех пугают. Нам страшно, действительно, мне страшно. На уходящей неделе произошла и другая история. В Джумгальском районе глава сельской управы Ташдубёй Надрбек Бейсеев из ружья застрелил дважды судимого и отбывшего срок местного жителя. По данным УВД, погибший М. Салединов 22 января пытался запугать главу сельской управы, вымогал деньги и оскорблял его. По информации местных жителей, он также не давал им покоя. Глава сельской управы не смог справиться с гневом. Достал ружьё и выстрелил в него. Салединова в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу, где он скончался. По предварительным данным, он шантажировал его и вымогал пять тысяч сомов. Умерший был дважды судим и, видимо, действительно были запугивания. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. И в интересах следствия мы не можем сейчас что-либо говорить. Где участковые милиционеры? Такие люди есть не в каждом селе, но через одном. Они запугивают местное население, а милиционеры бездействуют. Потеряв всякую надежду и веру в правоохранительные органы, они прибегают к таким методам. Специалисты уверены, в каждом селе есть свои проблемы. И добросовестное отношение милиционеров к работе сможет вовремя выявить их и предотвратить конфликты.